Всем привет, ребятушки! Покашеварим, спасибо, что заглянули, приятного вам аппетита, если вы вдруг едите. А вы точно едите, потому что все едят, когда смотрят обзоры на еду. Мне кажется, прям вот 100% из 100. Подтвердите это в комментариях, действительно ли я вас поймал на хавчике. Сегодня так получается, что бургеры у нас на обзоре мясной цех называется. Не до конца я понял, то ли это сетевое место, потому что есть некий мясной цех где-то в Якате, там что-то 4 филиала. Это какой-то еще один мясной цех. Короче, сам факт, что находятся они в Зеленограде, прям где-то в торговом центре рядом со станцией. Открылись, как я понимаю, не так, чтобы очень давно. Бургеры выглядят симпатично. Я люблю бургеры, посмотрим, как они справляются с доставкой. Хотя, мое мнение, что бургеры с доставкой заказывать это вообще не самая лучшая идея. Это не самая подходящая еда для доставок. Вымыкают, бла-бла-бла, но кое-кто находил способы довезти неплохо. По-моему, фарш как-то приезжал, очень все бодренько было. Еще некоторые бургеры, краснодарский парень себя неплохо вроде показал. Надеюсь, эти тоже покажут себя неплохо. Посмотрим, что за бургерные. В общем, Зеленоград точно вам будет интересно. Все остальные, думаю, тоже будет интересно. А что нет? Кто не любит бургеры? Заказ уже едет ко мне. Время бежит. Еще немного и наступят времена, когда без шикарной соленой семги на столе не обойтись. Да-да, начинаем готовиться к Новому году заранее. Вообще, сделать что-то впрок это отличная идея. Я, например, рыбку соленую готовлю заранее, чтобы когда вот эта вся основная суета новогодняя, предновогодняя начнется, не бегать и не искать ее на полках магазина. А еще классно, когда ты это делаешь все с помощью сервиса впрок.ру «Перекресток». У меня тут продукты, которые идеально подойдут под слабосоленую рыбку на праздник. Вот свежая семга от впрок.ру, которая никогда не замораживалась. Я обычно готовлю двумя способами. Мой любимый вариант – это жидкий рассол. Семгу нарезаю по 200-300 граммов. На литр воды я беру 100 граммов соли и 50 граммов сахара. И замачиваю в этом рассоле. Второй вариант – это сухой маринад. Я его тоже часто использую. Тут делаем в пропорциях. На две части соли берем одну часть сахара. То есть на 100 грамм соли 50 грамм сахара. Рыбу просыпаем и оставляем просолиться. Семга в рассоле будет уже готова часа через 4. Сухой маринад лучше оставить часиков на 12. Тогда точно классно просолится. После того, как рыбка будет готова, ее нужно обсушить и плотно завернуть в пищевую пленку. После чего отправить в морозилку. И насладиться ей можно в любой момент. Просто аккуратно разморозьте ее в холодильнике. Идеальная семга будет у вас на столе. Можно в лавашек с творожным сыром и зеленью завернуть. На свежий или хрустящий хлебушек положить. Да и просто так с удовольствием поесть. Ассортимент впрок.ру это более 50 тысяч товаров и не только продукты. Заказать можно до 200 килограмм. И это действительно впрок. В общем, если вам нужно что-то свежее, качественное и с доставкой домой, то впрок.ру точно подойдет. А по моему промокоду покашеварим25 вы сможете получить 25% скидку на заказ от 4000 рублей. Но не более 1000. Все ссылки в описании. Пользуйтесь на здоровье. Долетели они до меня оперативно. Привезла девушка. Увидела меня почему-то улыбалась. Тебе привет, если вдруг так случайно совпало, что ты знаешь, кто я. Спасибо за доставку. В общем, все корректно. Вот так вот упаковано. Здесь все простеплерино. То есть ничего никто не открыл. Девушка мой бургер не ела, вроде точно. Это не точно. Хотя, если очень захотеть, давайте посмотрим, как внутри. Салатик. Все, в принципе, надежно. Упаковка такая весьма надежная. Кстати, бургеры ничего не весят. Какие-то они маленькие. Напиток еле прохладный. На самом деле, правда, они не очень большие. То есть бургеры такие, видимо, будут компактные. Потому что я-то ожидал, что это вот что-то такое разорви хлебала будет. Но, видимо, нет. Видимо, нет. Упаковка надежная. Возможно, в ней, кстати, даже не вымокают эти бургеры. Так, салфеток дали. Салфеток дали. Не дали перчаток. Перчаток ноль. Здесь нет. Тут нет. Вилки-ложки дали. Тоже спасибо. Каждый бургер подписан. Это тоже, конечно, лайк. Плюс в карму. Чиз и чиз. Чиз какой-то один в подарок, что ли, дали, видимо. Здесь вот чиз и тут чиз. Не помню, чтобы я два заказывал. Это, видимо, подарочный. Либо я облажался. А такое что бывает. Предлагаю с этого бургера и начать под названием чиз. Вот как это выглядит. Не глянцевая булка. Но, судя по запаху, удобная. Но не глянцевая. То есть они ее после того, как она выпеклась, не промазывают маслом. А вот эта вот промазанная сливочным маслом булка после выпекания, это, конечно, классно. Она и выглядит лучше. И как бы вкус, ну, помимо того, что внутри сдоба, как бы, да, еще и сверху, это хорошо. Вот что написано в презентации открытия мясного цеха на сайте торгового центра. Добро пожаловать в мир настоящего вкуса. Мясной цех – это бургерная, где каждый кусочек мяса – это маленькая часть гастрономического рая. Наши бургеры – это не просто еда, это настоящее произведение искусства. Вопа, фасада наваливает, ребята. Начнем с самого важного ингредиентов. Мы выбираем только качественные продукты мяса от лучших мировых поставщиков. Ароматные овощи, сыры высочайшего качества и соусы, которые заставляют ваше сердце биться чаще. Ух, елки-палки! Им надо было тополь называться, потому что пуху. В нашей бургерной вы найдете не только классические бургеры, вот он, кстати, да, но и удивительные вариации, которые поразят ваши вкусовые ожидания. Мы такие тоже посмотрим, я бы не сказал, что очень много. Там какой-то бургер с клюквой и бургер с манго. Где мы этого не видели, да? От одного бургера со страшателлой до тающего во рту стейка рибай. В меню этого не было. Каждый ценитель вкусной еды найдет у нас блюдо по вкусу. Так, я хочу роллы. Ха-ха, где роллы? Ладно, что тут камера все это время стояла? Запасная. Ну, а что, бургер с ними? Ну, я бы не сказал, что бургер какой-то шедевр, все-таки, да? Тем не менее, смотри, котлетос. О, как неплохо выглядит соус. Соус хорош, котлета вроде тоже ничего. И там у нас огурчики. Чизбургеры обыкновенные в доставке 490 рублей 350 граммов. Недорого ли? Давайте сравним. Вот этот второй чизбургер, это что? Одинаковые? Окей. 25 граммов упаковка, будем просто иметь в виду. Бургер 289, а должен весить 350 граммов. Это полнейший зашквар, когда вы берете за бургер 490 рублей. Не довешивать такие граммовки. Осуждаем, плохо стартанули так себе. Так, еще раз, давайте смотреть. Соус прикольный какой-то. Непонятно. Запах у него что-то типа даже на чепотли немножко похож. Такой вот запах перца. Ну окей, окей. Давай разрежем. Булка хоть издобная, но такая, видно, что она как будто суховатая. Чисто визуально. Так, ну на разрезе весьма-весьма недурно. Жалко, что они не пишут состав, то есть что внутри бургера. Но вот здесь вот он вроде как чизбургер, да, называется. А непонятно где чиз, где сыр. Котлетка структурная. Видимо, вот этот сыр какой-то, он такой темно-коричневого цвета. В общем, непонятненько. Булка она такая, прям вот, ну сухо выглядит. То есть сдобная вот эта бриошь, она как-то другая немножко идея. Она как будто бы внутри такая, типа как круассан почти. Вот какая булочка-бриошь. А тут она суховатая, как булка из пятерочки. Вот эта московская булка сдобная. Вот так это выглядит. Ну ладно, так-то сочно. В принципе, выглядит сочно. Пробуем. Очень годный вкус. Он сладковатый. Такое ощущение, что как будто бы, может быть, это какой-то манговый. Вот реально сладость такая, как будто есть манго. Но вкуса манго нет, поэтому предположу, что все-таки это обычный чиз. То есть вот этот соусец сладковато-прикольный. Такой полубарбекю. Чувствуется горчичка. Где-то она там тоже замешана, видимо, в этот же соус. Сама котлета, годнота. Попробую ее отдельно. Очень хорошо. Вкус говядины, поджаренность и сочность. Три фактора выполнены хорошо. Единственное, ну, очевидно, они, наверное, не солят сами котлеты. Но вот когда ее отдельно ешь, не хватает соли. Чуть-чуть пресновато она за счет этого. Ну, а соль бы она усилила бы вкус говядины в 10 раз. Тут, конечно, соленый соус, тут огурчики соленые. Все, которые, как там они, будоражат что-то там, да, вот это, овощи будоражащие. Не то, что будоражат, но как бы соли добавляют. Тем не менее, котлетку бы тоже еще солить дополнительно. Было бы неплохо. В общем, несмотря на то, что вот это вот я наляпал до этого, в целом бургер вкусный. Непонятно, почему он чизбургер. Будем разбираться дальше. Может быть, они чуть-чуть где-то перепутали. Давайте следующий как раз манго посмотрим. Одинаково выглядит. Смотрите. А, вот, манго здесь кусочками. Вот что такое манго. Потому что там, по-моему, не то, чтобы соус манговый, а именно манговый чатни или типа того. Бургер, да, бургер с манговым чатни. Такой бургер стоит 590 рублей на сотку дороже предыдущего. 350 граммов. У них, видите, по ходу дела формат один. То есть нет, как вот во вкусные точки, там, да, чизбургер, он маленький, там, Биг Мак побольше, там, Биг Тести еще побольше, булки разные и так далее. Булки одинаковые, как во Франклинсбургер, да. У них формат один и тот же. То есть одинаковые булки, меняется только начинка. Имеет право на существование. Так, 350 граммов тоже, но посмотрим. Напоминаю, 25 граммов весит коробочка. Ну, снова недовес даже с коробочкой. То есть полтинник нам не хватает в этом манговом бургере. Давайте его рассмотрим еще раз. Вот, повторюсь, вот эта манговая тема. Вот здесь вот манговые кусочки с какой-то еще зеленью. Котлета. Ну, слушайте, отлично поджарена. Просто кайф. Лучок, помидоры. Много, опять-таки, соуса. Вот соус похожий на тот, что был в чизбургере. Ну, что ж. Опять-таки, котлета мне нравится. Она, во-первых, не маленькая. Во-вторых, не маленькая и поджарена хорошо. Ну, что, вот было бы описание, мы бы с вами поняли разницу. Но, по-моему, здесь реально только лук плюсом. В чизе что-то я не помню, был лук или нет. А так остальное то же самое. Ну, буквально все то же самое. Салат, помидоры и манговый чатни. Пробуем. Призарно. Прямо десертный бургер получается. Очень сладко. Я люблю сладкие сочетания. Мне нравятся сладкие добавки в бургеры. Хорошо. Разноображивает вкус немножко. Да, если вы там любитель классических чизов, вам эта тема не зайдет. Но если вы относитесь к тем, кто, как и я, очень неплохо смотрит на, например, гавайскую пиццу, то вот такого рода бургер в целом зайдет. Как по мне, немножко чрезмерно сладко, но потому что манго. Потому что манго. Вот, ну, манго сладкий. Что с ним делать? Здесь прикольно, что этот манго прям кусочками. Ну, консервированный, судя по всему, да, это не свежак манго. Ну, потому что делать такие бургеры на постоянке будет сложно. Потому что сезон манго, он как бы непостоянный, да, то есть там где-нибудь... Вот сейчас вот как раз сезон манго. Сейчас можно бежать там во всякие магазины покупать манго. Египетский, к примеру. Он вкусный. Ну, а там зимой уже будет похуже. Ну, либо дороже просто. Вот, поэтому неплохо. В целом пойдет. Бургер вкусный. 600 рублей. Может быть, все-таки это с доставкой, конечно, такие цены. Но сложно сравнить. Потому что у них нет никакой инфы по ним. То есть вот они открылись там где-то. Что-то бургеры продают. По большому счету больше мы ничего не знаем. Нормально. Вкусно. Повторюсь, котлета вкусная. И здесь даже вот я бы не заметил, когда ешь целый бургер, что не хватает соли в котлете в самой. То есть в целом остальная соль она разруливает. Дальше у нас рискованная тема, ребята. Вступили они, значит, на мою территорию. Вы знаете, кто больше всех любит трюфель? Виталий любит трюфель. Обожает. Блин, я сейчас... У меня сейчас реально очень... Грустные эмоции, глядя на этот бургер. Потому что он мне напомнил мой любимый римский бургер из вкусной точка. Соусом чипотли и руколой. Заезжали вчера, там ездили с дочкой. И она говорит, поехали во вкусные точка. Дочка говорит, поехали во вкусные точка и что-нибудь купим. Я говорю, поехали купим. Такой, я что-то ничего не хочу. И в последний момент такой думаю, а я римский бургер хочу. Я им говорю, римский бургер еще добавьте к заказу. Она такая, а нету их больше. Я говорю, все, блин, закрывайте. Закрывайте ваш вкусный и точка, все, не надо. Вывели. Блин, официальное обращение к вкусной и точке. Вы что? В смысле вывели самый вкусный, самый топовый бургер в своем меню? Вот. И он мне напомнил тоже, рукола торчит. Ну вот, здесь мы видим с вами, да? Что-то изысканное. Я боюсь, что внутри там будет все так же, абсолютно. Да, ребята, тот же самый соус. Вот этот их, такой коричневый, который был в чизе. И еще здесь шлепка какого-то соуса грибного. Без запаха трюфеля практически. Грибной запах есть какой-то, но он типа от шампиков. Вот такое ощущение. Ну, слушай, 590 рублей тоже. Он стоит 350 граммов, те же самые. Опять будет недовес, вангую. Коробочка 25, 311 минус 25, даже больше полтинника. Больше, чем в предыдущем бургере недовесили. Ух. Так, ну что? Не, булочки все-таки, все-таки суховаты булки. Что мы здесь видим с вами трюфельного? Да будто бы ничего. То есть вот эта шлепка соуса на верхней крышке бургера, это все, что здесь есть трюфельного. Ну, хорош. Там кто-то писал про гастрономию, а тут как будто бы все повторяется из раза в раз, и при этом реально тут нет ничего. Даже какого-то вот, ну, понимаешь, а обычно открываешь даже, я что-то вспоминаю того же фарша, да, какой-то трюфельный бургер был в одном из последних обзоров. Как бы запах был. А здесь я открыл, и нет запаха. То есть даже еле уловимого нет запаха. Насморка вроде тоже нет. Так же, как и запаха трюфеля. Да, тот же самый соус абсолютно вот доминирует, их основной соус. Опять-таки он какой-то вот как будто фруктовый немножечко. Сладкий. То есть понятное дело, что это мазик, скорее всего там кетчуп, что-то там, наверное, соевый соус, что-то какой-то еще сладость. Сладость, наверное, они добавляют. Фиг знает. Лучок, может быть. Вот что-то такое, короче, какой-то такой замес соуса. Не, ну он вкусный. Вкусный соус. То есть с первого бургера могу сказать, что вот этот основной, базовый соус, он хороший. Ну, как бы, на мой взгляд, нулевый. Вот с точки зрения трюфельного бургера прям вообще ни о чем. Самый, наверное, плохой представитель трюфельных бургеров, которые я встречал в своей жизни. Трюфельное меню в Бургер Кинге в 100 раз ярче и в 100 раз вкуснее и трюфельнее, чем вот этот бургер вроде бы как в правильной такой, знаешь, пацанской бургерной, крафтовой. Нифига. Просто нулятина. Ну, нулятина. Мне очень жаль. Сам бургер по себе норм, но он слабо чем отличается от всего, что было до этого. Ну, кроме руколы. Да, там руколы иногда что-то там горчит, немножко подванивает клопами. А в остальном это, ну, практически вот все, что мы ели до этого, идентичны по вкусу. Отличаются они процентов на 10. Поэтому я бы тут не сказал, что тут что-то про гастрономию. Гастрономия, мне кажется, это когда ты прям такой вау. Короче, и хорошо, и слабо одновременно. Пока так. Так, смотрите, тут есть еще некий салатик у них с авокадо. Салат из свежих овощей с авокадо 210 граммов 450. Ну ладно, авокадо, в принципе, не дешевый продукт. Яйцо такое бледное. Удивительно. Ну, я надеюсь, тут будет соблюдено. Здесь даже с запасом 325. Должно быть 210. Салатик уже, наверное, чем-то заправлен. Вот немножко он потек уже. Авокадо мягкий. Его здесь, в принципе, норм. Томатики тоже такие красненькие, свеженькие. Не будоражат, но подтверждаем факт. И яйцо. То есть, в принципе, салат даже такой, своего рода, питательный. Салат без яйца не очень, а с яйцом он такой сразу. Опа, там белки, жиры, углеводы. А, ну что, подожди, белок. Жирок, углеводчик, желток, жирок. Чего я несу? Короче, авокадо вот это. Да ладно, все, завали, пробуй. Чем он заправлен, вообще не пойму. Просто соль и масляшко. Ну, как бы... А, еще подожди, еще там перец черненький. Ну, кстати, нормально. Нормально. Просто, блин, островатый, реально. А что они туда кинули? Там какой-то чили или что? Прямо остро. Я чувствую вкус черного перца, но при этом острый, как будто бы острее, чем черный перец. Ну, плюс, уже приятный, на самом деле, салат. Реально, я бы удаел. Авокадо более-менее. Это не шедевральное авокадо. Ни хас никакой. Это просто нормально выбранный, недорогое авокадо из пятерочки. Но хорошо отобранный. Как бы, не осуждается, но не топ. В общем, нормальный салат, но 450 рублей просто... Ну, просто не стоит. Возьмите, нарежьте то же самое. То есть, бургер, да, вы дома не сделаете. Такой вкусный. Точнее, вы можете сделать. Булки выпечь, да, там, сдобные. Сто раз показывал на канале, можете посмотреть. Кстати, лучше. Да, хоть это и профессиональные ребята, и понятно, что профессионалы должны лучше готовить, чем мы, дилетанты, там. Тем не менее, вот булки я дома... А я, не знаю, показывал я последнюю мою версию булок. Брешь. Мне кажется, показывал. Если нет, сниму ролик. Ладно. Приготовим. Короче, вообще, отличные булочки. Получается прям... Супер. Так что, дороговато для такого салата. Но салат имеет место быть. Так, ну что ж, у нас еще один бургер. Это клюква. По идее... 570 рублей 350 граммов. Это по идее. Ну, по идее, этот бургер должен... Ну, такой же, блин. Вот все. Ну, то есть, вот одна и та же база. И плюс, вот там чуть-чуть, скорее всего. Смотрите, давайте посмотрим. Опа! Маленько клюквы. А так все то же самое. Короче, не очень запарились, честно говоря. Ребята, нет. Запарились в плане того, что... Как бы мясо хорошее подобрали, да? Какой-то базовый соус сделали хороший. Молодцы. Че, красавчики. Ну, как бы не запарились над разнообразием. То есть, оно... Как будто бы можно, чтобы чуть-чуть по-разному выглядело. Оно выглядит вообще идентично. То есть, если бы они мне не подписали вот это, я бы вообще никогда не понял, что это за бургер. Ну, чисто вот так вот открыл коробку, и они все идентичны. Они даже идентичны, скорее всего, своими недовесами. Давай посмотрим. Ух, это самый, кстати, крупный бургер. 340 все равно недовес. Отсюда еще 25 грамм забираем. Под 10%. Там были недовесы больше 10%. Тут... Все-таки 10% наверное не придираемся в целом, да? Так. Ты сто лет, на самом деле, уже бургеров чуть не ел. Последний раз хотел римские поесть, и так и не поел ничего. Ребята! Один в один. И что с сыром у них? Я не пойму. Вот у них везде даже нарисован сыр на фотографиях. Вот где вот это сыр, что ли? Какой-то чеддер. Ну, какой-то кусочек маленький. То есть вот этот вот коричневый такой сыр, ну, явно чеддер. Все, ни один кусочек сыра кладут, что ли. Ну, довольно большой бургер. Ну, два хотя бы. Тем более 570 рублей, как бы, не бюджет. Тот же самый. На сегодня самый сбалансированный бургер. Приятно. Вот эта дополнительная кислинка клюквы. Причем она, какая-то сладкая кислинка, как будто не клюква, а брусника. Вот такое чувство от нее. Ну, видимо, за счет того, что здесь другие сладкие соусы. И нормально. Сбалансировано, правда. То есть это не стало очень интересного, чтобы вы понимали. То есть это все равно остается вот таким же бургером, как и все остальные. То есть, по большому счету, взяв обычный чизбургер у них за 490 рублей, ты ощутишь примерно тот же самый вкус, что и взяв все остальные бургеры. Что с манго, что с клюквой. Плюс-минус одно и то же. Особенно вот трюфельный. Трюфельный, это я считаю... Ну, честно, это провал прям, вот прям провал дня. Короче, мясной цех, имейте в виду, что выявлять как бы вкусы и акцентироваться вы вообще не умеете. Ну, может быть, умеете, но конкретно вот здесь не получилось вообще. И эта проблема не во мне. Нет, действительно, потому что я-то сравниваю с кем-то с другим. То есть это странно вообще, в принципе, сравнивать там крафтовую бургерную, да, с масс-маркетом, таким как Бургер Кинг. Но трюфельный бургер в Бургер Кинге, когда он был, это богоподобная хрень. Ну, не хрень в смысле хрень, а хрень, в смысле хрень, блин, вещь. И как бы и вы делаете что-то трюфельное без аромата, без вкуса трюфеля. Напшиков туда какого-то там грибного мазика, грубо говоря. Ну, то есть, ну, совсем убого, да, это прямо убого. Вот, у меня есть еще одно блюдо. Не, ну, по-сыру, я вообще вот фотки сейчас листаю, я офигею. Все прям течет, такое все секси-шмекси. По факту в середине там что-то расплавлен какой-то сырок, ну, тоже, не, блин, отстой. Это отстой, ребят. Так, бифштекс, то есть яйцо, то есть картошка, то есть бифштекс, да. Давайте посмотрим. А, 590 рублей тоже, ну, ни хрена себе цены. 590 рублей, 500 граммов. По факту за картофан, где-то там бифштекс еще. Ну, давай взвесим. Так, ребзя, опа, 395, а должно быть 500. Везде недовес. Тьфу, такими быть. Ладно, 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 шоколадно, что тут у нас? Петруха или что, это кинза? Кинза, зашибись. Сверху, сверху, значит, что у нас, томатики резанные с авокадо. Ой, с этим говорю, авокадо, с ориганом. И здесь котлета. Ну, кстати, котлета. Давай попробуем. Ну, очевидно, это обычная котлета, просто из их бургера, да. Посмотрим, посолили ли, посолили ли, посолили ли они здесь эту котлету. Посолили ли. Ну, вот посолить бы. Они посолили бы, но не очень сильно. Побольше солюшки надо, правда. Яйцо, ужаренное в хлам. Все, конечно, потекло. Но это долго обзор снимается, поэтому надо было, наверное, с него начинать. Ну, кто ж знал. Давай попробуем, что это такое, зарезанные томатики тут с ориганой и с чем. Ммм, очень вкусно. Что это? Вот это штукенция. Там перец, ну, я немножко островатая. Перец томатики, чесночок. Такой, резаная аджичка, типа, немножко сладковатая. Прикольная вот эта вещица. Картошка, ну, такая, именно сорт какой-то, ну, такой обычный молодой картофель. Несладкий, знаешь, вот мне нравится, когда он такой, сладко-крахмалистый. Здесь он не очень. Ну, и давай яйцо попробуем. Яйцо-то они тоже, наверное, не посолили. Непонятно. Желток уже куда-то стек, бедолага, пока ехал. Приятный привкус у этой яичницы, привкус говядины. Ну, очевидно, жарят они на той же поверхности, жарочной, да, где и котлеты. Ну, плюс он еще полежал на котлете, вот этот вот омлетик, яичница. И вкус вот этой говядины в яйце, в тему. Хорошая, хорошая яичница. Вот, ребят, ну, если как на духу, то это вкусно. То есть вот так вот посидеть, похромкоть, даже, ну, бургер как бы хорошо. Вот так вот, даже я бы, наверное, вот такое блюдо выбрал, посидел, поел. Потому что мяско, я говорю, хорошее. Да, то есть специально они какой-то там бифштекс не готовят, это их обычная котлета. Но она нехорошая, ее не стыдно подать. То есть ее не стыдно в формате отдельного блюда сделать. Поэтому ноль осуждений яичница. Хорошо вот этот вот некий такой соус, да, сальса какая-то, да, ну, прикольная. В общем, одобряются блюда. Дорого, конечно, я фиг знает. Все-таки, наверное, хочется за 590... Да, может, и да, а что? То есть, ну, как будто бы полноценная еда. Как будто даже лучше, чем бургер. Вот. В общем, ребят, добрый апельсин. Фанк по-нашему. Или что там, меринда, я запутался уже там. Кто че? Меринда. Меринда же, да, добрый, это же меринда. Бывшая. Вот такие дела. Я не готов говорить, что это были какие-то там отвратительные бургеры. Это совершенно не так. Но, опять-таки, не за гастрономией вообще. Если вы просто хотите базово съесть бургер, который отличается от там вкусные . Бургер Кинга и так далее, и так далее. Не факт, что в лучшую сторону. Я считаю, что одни из лучших вообще бургеров, которые существуют в мире, это бургеры во вкусные . Бургер Кинг, не включая в этот список, Бургер Кинг иногда, иногда делает какие-то классные вещи. В целом, вкусные . это топ бургерная. Вот прям номер один. И не надо мне говорить, что я, короче, лох. Да, я лох. Я отдаю себе отчет, что я говорю это действительно вот так вот открыто, потому что я считаю, что вкусные . это топчик. Вот, поэтому базово съесть бургер можно. Если туда идти, чтобы насладиться, а вот это, а вот такое, а вот это что такое, вообще не об этом речь. То есть, из того, что я сегодня попробовал, ну, практически вообще нет отличия. Гораздо, мне кажется, можно сделать интереснее. Все это вообще. Трюфель, полнейший провал. Манго, да, прикольно, но как будто и так сладковатый соус, еще сладости бахнули. Стал, блин, просто как будто бургер с вареньем. Нет, нет баланса. Вот я говорю, клюквенный самый нормальный, то есть он забалансировал сладость, которая изначально в бургере. Неплохая, но как бы можно и без нее обойтись. И он еще добавил немножко вот этого хлопающейся кислинки. Ну, что, прикольно. Нормально, вот я говорю, самый такой, получается, сбалансированный бургер. Либо базовый чизбургер. То есть, вот они два кайфовые. Трюфель, манго, ну, что-то как будто перебор немножко. Ну, это так, я как бы нудю, нудю, нудю. По большому счету, ноль вопросов, ребят. Будете там в зелике, можно смело зайти. Хотя, там рядом, я посмотрел по карте, рядом вкусные точки. Ну, я бы вот серьезно, если у меня спросите, вот что бы я выбрал, да, пойти съесть какой-нибудь там двойной чизбургер, например. Да, либо пойти в какую-то вот бургерную, я не говорю про них конкретно, про мясной цех, да, а вообще в целом. Или куда-то там заморочиться, что-то куда-то пойти там. Слушай, я пошел бы в мак бы, и все гарантированно всегда одинаково, нормально, вкусно все. И причем разное, хочешь такое, хочешь такое, вот я говорю, римский бургер я вообще считаю шикарным. Он мне, конечно, надоел, блин, я сначала вообще был в восторге соусом чипотли, блин, боже мой. Я первый раз, когда поел этот бургер, я думаю, да еб, да не может быть, да что бы так вкусно, да что бы так необычно. И это все в обычном Макдональдсе, вкусные точки. Потом приелся уже, приелся, то есть не было такого восторга. Все-таки это, да, это не классика какая-то там вечная, типа Биг Мака, да. Вот, тем не менее, я считаю, это вот прям вот один точно в топ-3 лучших бургеров вкусные точки, да и вообще человечество входит. Римский с чипотли от вкусные точки. И, короче, я бы выбрал реально зайти во вкусные точки. Вот в большинстве случаев я бы зашел бы туда. Потому что там все вкусно. А тут надо выискивать, как бы, а я за стабильность. Вот, поэтому, ну я довольно консервативный стал, реально. Я чем, вот, заследствую становлюсь, тем у меня даже вот внутренние колебания, когда там выбираем еду, что-то там, не знаю, с семьей поесть, да. У меня они стали страшнее. Я раньше кидался на какие-то непонятные штуки новые, такой, типа, о, блин, берем, что-то не знаю, надо брать, пробовать. Сейчас мне с этим сложнее, реально, психологически. Становлюсь дедом. Становлюсь дедом, по ходу дела. Скоро буду вообще все осуждать на всякий случай. Там, что-нибудь, что-нибудь базовое выберу, что вот надо так. А небольшое отклонение, буду говорить, это вообще, это не, вот так себя вести нельзя, знаешь. Вот, Виталий не молодеет. Ну, короче говоря, вот, консервативный я и, как бы, в общем, по-бургерной, ладно, что я себе, да о себе. Мы сегодня про еду с вами говорим, да. По-бургерной могу сказать, что не исключено, что туда можно зайти. Но вас надурят, вам не довесят везде, скидок вам за это не дадут, денег с вас за бургер возьмут дохрена. И вкуса вы, скажем так, разнообразного не получите. Вот такой вот он мясной цех. Оценки появляются здесь. Тут же параллельно появляется где-то здесь инстаграм. Говорю, инстаграм, он запрещен, да, вроде как. Ну, телеграм получается. Вот, телеграм появляется. Можете с экрана прям сосчитать с вашего смартфона. Либо по ссылке в описании перейти в телеграм. Мы с вами душевно общаемся. Я там на связи отвечаю на комменты. Если вдруг кому-то что-то надо, мой какой-то комментарий. Вот такие оценки. Они небольшие будут, мне кажется. Но в целом вкусно. В общем, сами думайте, вот такая бургерная. Зарекался я снимать обзоры на бургерные. Наверное, больше не буду. А может и буду иногда. Иногда какие-то вот краснодарский парень неплохой был обзор. Этот тоже, в принципе, неплохой. Но скучный. Я вот эмоций не получил вообще. What the fuck? Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok